Добрый день, господа. Давайте наше второе занятие по рефлексам начнем. И для начала коротко вспомним, о чем, собственно, шла речь в прошлый раз, что мы уже сделали. Начали. Во-первых, далее определение рефлексов. Рефлекс — это ответная реакция организма, причем идущая строго определенным образом на строго определенный сигнал. И это реакция с обязательным участием в нервной системе. Во-вторых, смотрели, какие еще управляющие механизмы у нас в теле работают, кроме рефлексов. Во-первых, есть реакции, которые работают без всякого участия в нервной системе. Это каждая клетка сама по себе реагирует на внешние изменения. И здесь никакое участие нейронов, то есть нервных клеток, не нужно. Напоминаю, что такие реакции будут называться местная реакция, местное воздействие. Так? Ну, типичный случай, допустим, ваш загар. Когда вы загораете, тоже меняет цвет. И это не потому, что что-то там происходит в нервной системе. Так? Ну и, наконец, третий самый сложный случай. Это вариант, который не строго определенный. То есть эти варианты позволяют не один единственный ответ в одной, в какой-то определенной ситуации давать, а осуществлять выбор между разными формами ответов. Сочетать их, но совершенно в разной, произвольной, иногда исключительно сложной форме. Так? Такие реакции уже не будут называться рефлекторами. Это будет называться индивидуально изменчивое поведение. Но дело в том, что в основе индивидуально изменчивого лежат те же самые законы, что и в основе рефлекторами. Просто оно во много-много раз сложнее. Ну, начинать с самого сложного, конечно, не имеет смысла. Поэтому мы с вами работаем сначала, прежде всего, с рефлекторами. Так, с более простым. Значит, итак. Напоминаю, что я сделала в прошлый раз. Чем, собственно, любая нервная клетка отличается от любой прочей? Ну, от клетки мышцы, клетки железы. Так? Значит. Или, допустим, от мышечной клетки. А отличаться будет вот чем. Если на нервную клетку строго определенным образом подействовать, так, то в ответ. Эта нервная клетка потратит свою энергию на генерацию слабенького электрического импульса. И этот электрический импульс, который по-английски называется спай, а по-русски так и называется нервный импульс, будет из точки воздействия распространяться по всей теме мембране клетки. И когда он дойдет до точки, от которой начинается вот такой длинный отросток. Сегодня мы разберемся, какой длинный отросток может быть. То этот спайк так же волной побежит. По отростку пока не побежит до самого конца. Так? В самом конце отростки соединяются с другими нервными клетками. Вот эта точка, точка передачи сигнала от одного нейрончика на второй, является одним из самых важных изобретений, в кавычках, нервной системы. Называется точка синапс. Определение синапса. Синапс это точка контакта. Синапс это точка контакта. Синапс это точка между нервными клетками. И вот когда мы говорим, что нервная система умеет обрабатывать информацию, то вот эта ее особенность напрямую зависит от событий, которые развиваются вот в этой точке. От синаптической передачи. Хорошо. Значит. Ну и в результате. Получили сигнал, возник спайк, пробежал куда-то там. Значит. А зачем это все? У кого какие идеи? Ну хорошо. Породили по определенным закономерностям. Так? Электричество, активность целого ряда клеток. Ну и зачем? Да, прошу. Для регуляции действия. А что такое регуляция действия? Расскажите. Послали мы сигнал в МЕР. Для МЕР. Он управлялся в ПАРе. Хорошо. Вот он прошел. Дальше. Он дошел до какой-то мышечной, допустим, клетки. Хорошо. Дошел до мышечной клетки. Что дальше? Подействовал на нее мышцы, соответственно, он сократился в Ярославной. Вот. Стоп. Вы дошли до самого главного. Те органы, а точнее, те клетки, на которые может подействовать сигнал, вот этот, нервный импульс, может подействовать в ПАРе, да, значит, будут называться органами-эффекторами. Органами-эффекторами. От слова эффект. Так. По большому счету, только две группы клеток реагируют на вот эти сигналы. Это, во-первых, все варианты мышечных клеток. Ни одна мышечная клетка не подумает сокращаться, если не получен спалька. Так. Значит. Это первый случай. Здесь, правда, надо сразу в скобках отметить. У нас с вами три совершенно разных тип мускулатуры. Вот давайте сразу здесь найдем некоторый порядок. Значит, те мышцы, которые прикреплены к костям скелета, так и будут называться скелетная мускулатура. Благодаря их работе мы можем двигаться в окружающем мире. Сократилась мышца. Один конец, который прикреплен к плечевому составу, а второй конец прикреплен к плечевой кости. Извините, к лучевой кости вот здесь, за оптимовым составом. В результате, при сокращении вот этого отрезка, значит, какая точка будет перемещаться? Может ли куда-то переместиться плечо? Ну, плечо – это деталь вашего туловища, так? А предплечье? А предплечье с плечом связано через суставы. Если вот этот отрезок сократился, что начнется? Предплечье. Да, предплечье начинает приближаться к плечу. По какой причине? Да мышцы ее тянут. Так? То есть, наше тело производит движения, благодаря сокращениям скелетной мускулатуры. Абсолютно все типы известных вам движений, и моргания глаз, и движения языка, и движения губ, ну, я уж не говорю про движение пальцев, там, рук, ног, туловища и там подобное. Все это результаты работы скелетной мускулатуры. Второй, по-другому устроенный тип мышц, работают они иначе, чем скелетная, составляет мускулатуру внутренних органов. Значит, как по-вашему, в стенке кишечника должны быть мышцы, или можно без них обойтись? А зачем они там нужны? Мышцы-то зачем? Да, хорошо, разумеется. Если бы не было этой мускулатуры, абсолютно невозможно было бы перемещать содержимое кишечника вдоль трубе. Хорошо. А в стенках кровеносных сосудов есть мышцы или нет? Нет. А зачем? Не, 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 они не подгоняют кровь у нас. У нас для этого насос есть, который, как называется? Сердце. Сердце называется. Так, если надо сделать что-нибудь прочное, используется совершенно другая ткань, соединительная ткань. Вот из соединительной ткани можно действительно построить что-нибудь прочное. Значит, а наличие мышечной ткани от механического разрыва, ну это крайне не экономный путь. Ну если бы, наверное, там гигантское количество слоев мышц, ну да, удержат, конечно. Но это очень дорого для организма. Мышцы ведь требуют огромного количества энергии для работы. Возвращаемся к вопросу. Зачем может понадобиться мускулатура в стенках кровеносных сосудов? Хорошо? Может, чтобы вы не пережимались? Не пережимались. Так, давайте вот на этом месте чуть-чуть с вами задержимся, для того, чтобы разобраться вот с таким вопросом. Вот у нас идет такая трубка, по которой идет кровь. Называется такая трубка кровеносных сосудов. Во всех, кроме самых маленьких, самые маленькие наши сосуды называются капилляры, у них стенка из одного единственного слоя клеток. В капиллярах, конечно, никаких мышц нет. Поэтому такая народная уверенность, что, допустим, человек краснеет, потому что у него расширяются капилляры кожи, является чистым мифом. Капилляр не расширится, не сузится, не может физически. У него жесткая стенка. Так, расширяются, разумеется, в случае покраснения не капилляры, а те сосудики, по которым кровь подходит к капиллярам. Самые тоненькие артериальные веточки, артериологи. Ну, вот берем мы некапиллярный сосуд. У него стенка, как минимум, из трех разных слоев клеток. Один из этих слоев, мышечный слой. И вот мышцы вот так кольцами идут, колечками, опоясывают кровеносные сосуды. Теперь вопрос ко всем здесь присутствующим. А что вообще-то умеет делать мышечная клетка? Значит, тянуть мышечная клетка умеет? Так умеет или не умеет? Так, умеет. Толкать мышечная клетка умеет? Ни одна мышечная клетка толкать не умеет. Мышечные клетки могут совершать работу только при сокращении. Ни одна мышечная клетка сама углениться просто не в состоянии. Из этого следует, кстати, один неприятный факт, который необходимо понимать, прежде чем обсуждать двигательные рефлексы. Вы понимаете, ведь такая образовывается картинка. Ну вот давайте, секунду. Представим себе, как встроена наша рука. Вот в этом месте. Клечевой сустав, плечевая кость, локтевой сустав, кости-переплечье, кости-запястье, кости-пястье. Это те косточки, которые сквозь ладони. И опять косточки отходят в косточки, проходящие внутри пальцев. Кто-нибудь, может, знает, как они называются? Паланги пальцев. Ну, получили мы такое скрепное образование. Решаем ту же задачку, которую я вам уже предлагал. Как согнуть руку? Значит, задачка решается вот так. Один конец мышцы перерос вот здесь. А второй конец мышцы перерос вот в этой точке. Ставьте, на плечевой кости не одна точка перероскания этой мышцы, а две. Или, как говорят, нитки, елки. У этой мышцы две головки. Так? Это двуглавая мышца плеча. Или по-латыни бицепс. Двух глава. Так, бицепс. Отлично. Ну, а дальше. Вот здесь сустав. Суставные поверхности могут проворачиваться одна относительно другой. Вот так, прокручиваем. Если бицепс сокращается, длина между точками А и В, вот этот отрезок АВ, укорачивается. Что произойдет? А вот что произойдет. Точка В приблизится к точке А. То есть займет вот это положение. А в результате? А в результате вот как у вас притча стоит. Что у вас с рукой? Рука с одну с лотевым суставом. Отлично. А теперь. Что надо сделать, чтобы руку разогнуть? Дело в том, что сам по себе бицепс удлиниться не может. Ни одна мышца не может увеличивать свою длину. Прошу вас. Может быть, с другой стороны руки какая-то мышца растет, которая сократившись вернет в обратное положение? Вы абсолютно правы, коллега. Значит, эта мышца будет иметь не одну, не две точки крепления, а три точки крепления. То есть будет называться не двуглавая, а трехглавая мышца плеча. Прикрепляется она вот с этой стороны. Вот они три уголка. А вот теперь видите вот этот выступ, который ушел за пределы локтевого сустава. Он отлично прощупывается вот в этом месте. Если вы вот так вот стучите себя по локтю, вы увидите, что прямо под кужей у вас находится какой-то костяной выстрел. Вот он локтевой отросток локтевой кости. Зачем он нужен? А это к нему крепится вот так вот. Свободное суставо жилие трицепса. Отлично. Если трицепс сократился, он потянул вот так вот, вверх потянул локтевой отросток. Какое движение предплечь совершит? Она раздевает противоположные. Кази. Вот такие мышцы, совершающие работу в противоположных направлениях, будут называться антагонисты. Значит, ну, больше всего у нас в теле антагонистов, работающих по принципу сгибателя-разгибателя. Есть сгибатели-разгибатели для пальцев, для каждого суставчика пальцев. Есть сгибатели-разгибатели для локтя, для плеча, для колена. И так далее. Но есть мышцы более хитрые. Допустим, вот смотрите, я держу сейчас кисть вот в этом положении. А вот теперь я что сделаю? Я согну или разогну? Ага, вращательное движение. А это ни сгибание, ни разгибание. Значит, вот такие мышцы, которые ответственны за подобные движения, уже не будут называться сгибателями-разгибателями. Как они проходят? Они проходят вот так, вот спиральность. Если такая мышца сокращается, спиралька укорачивается, и вызывает вращательное движение в стаде. Такие мышцы будут называться пронаторы и супинаторы. Как я сам в свое время запоминал эти названия. Латыни вообще трудно запоминать, психически рекомендую всегда для себя придумывать какие-нибудь запоминалки. Значит, в серьезной психологии это называется мнемотехника. Так? Для создания подспорий, для запоминания. Ну вот смотри, я держу руку в нейтральном положении. А теперь я развернул вот так. На ложку похоже? Да. Похоже. Суп есть можно? Да. Можно. Значит, разворот вот в эту сторону, для руки ладонью вверх. Это супинация. А противоположная сторона? Пронация. Пронация. Так? Знаете? Ну и по принципу антагонизма работает, по сути дела, вся мускулатура в скелете. Начали. Ну а теперь возвращаемся к второму типу мускулатуры. Мускулатуру внутреннего опыта. Крыльностные сосуды. Зачем они нужны? Ведь мышцы умеют только сокращаться. Что будет с диаметром этой трубы, если мышцы сократятся? Уменьшатся. Ребята, эта мускулатура регулирует потоки крови. Так? Как регулируется поток жидкости у вас на кухне, в кране? Что происходит, когда вы крутите кран? А почему она идет? А почему в одну сторону повернули, вода идет, а в другую сторону повернули, вода перестала выйти? Какая трубка, потому что мы закрываем воду? Просвет для воды, разумеется. Значит, в водопроводной трубе, правда, нет таких правильных колец, которые бы сжали всю трубу. Там делается иначе. Там просто, когда вы крутите кран, опускается поперек трубы такая ковка металлическая, керамическая, которая будет сужать свободный просвет. То есть сужать, возможно, дорогу для воды. И воды, естественно, будет идти меньше. Если эту пробку сдвинуть вверх, она откроет проход, и воды пойдет выше. Так у нас ровно так же регулируется прохождение крови по всем кровеносным сосудам. Зачем это надо? Допустим, вы вышли на улицу, и на вас напал злобный Приди Крюнгер. Так, что вы делаете немедленно? Кричите. Так, кричите, а еще... Вот так стоите и кричите. Убегаете. Убегаете, славно. Скажите, вот в этот момент вы спасаете свою жизнь. Куда надо направить больше всего крови? К мозгам, к мочевому пузырю, к мышцам ног. Вот куда? К мышцам ног. Да, если вы собираетесь спасти свою жизнь, лучше все-таки направить к мышцам ног. Теперь вам удалось сбежать от Приди Крюнгера, устали вы жутко, перенервничали, страшно, прибежали домой, плюхнулись в кресло и, наконец, стали восстанавливать потраченные силы. Вы подрошли все из холодильника, все вкусненькое, и, последовательно, восстанавливаете силы. А вот в это время надо большее количество крови к мышцам ног направить? Нет. А куда? К раздалку. Ко всем, не только к мышцам, а всем к органам пищеварения. Ну, кроме того, что вам надо прожевать и проглотить пищу, вам же еще надо переварить и усвоить. А все это требует расхода энергии. Так? Хорошо. Значит, наше тело, конечно же, умеет очень тонко и очень точно регулировать потоки крови, притекающие к тому или иному органу. Так? Вот эта мускулатура в внутренних органах, она есть во всех внутренних органах, будет называться гладкая мускулатура. Итак, первый тип мышц – скелетная мышца, второй тип мышц – гладкие мышцы. Ну и, наконец, есть у нас один единственный орган, мускулатура в котором не похожа ни на скелетную, ни на гладкие. Это сердце. Так? Моя чатка. Так и называют этот тип мышц – сердечная мышца. Ну, для более старшего праведного параментного народа латинское название – кардиомиоциты. Меус – мышца, цитос – клетка, кардиус – сердце. Кардиомиоциты – клетки сердечной мышцы. У них масса своих отдельных особенностей. Но вот про особенности разных видов мышц мы с вами будем говорить в следующий раз, через неделю. В связи с регуляцией вегетатики и симпатики. Это интереснейшая, а главное – жизненная, очень важная тема. Так? Сегодня мы пока разбираемся с самими рефракторными программами. Итак, ни одна из этих мышц, ни сердечная, ни мускулатура внутренних органов, ни мускулатура скелета, без команды со стороны нейрона сокращаться не будет. То есть, если мы не послали спайк в эту точку, так, то никакого движения не произойдет вообще. Отлично. Но дело в том, что есть еще вторая группа эффекторов. Первая группа эффекторов – это все мышцы. А кто-нибудь может догадаться, какие еще органы не будут работать без приказа нервной клетки. Ну, это тоже ведь нервная клетка. Вот давайте за рамками этого множества что-нибудь поищем. Ну, ну, ну. Железы, разумеется. А кто может сказать, а какой орган называется железой? В нашем теле, да и вообще, в принципе, в биологии, что называются железами. Ну, подождите секунду, дайте остальное поработать. Железа железа. Так, только не галдеть руки, народ. Итак, слово железа наверняка слышали. Ну, а попробуйте разобраться-то. Что это за органы такие, железа? Да, прошу вас. Органы, которые выделяют секрет. Ага, органы, которые выделяют какой-то секрет. Классическое определение совершенно недостаточное. Категорически недостаточное. Значит, объясняю почему. Выделите мне 100 баксов, пожалуйста. Вот сейчас, быстренько. Ну, давайте, давайте, идите сюда и выделите мне 100 долларов. Вы можете это сделать? А почему не можете? Нету, нету. Чтобы что-нибудь выделить, надо это иметь. Ну, можно ли выделить то, чего у тебя нет? Так, а тогда объясните мне, пожалуйста, как же это удается железам? Значит, они что-то выделяют-выделяют, а это все не кончается. В нашем примере что получается? Вы всем раздаете по 100 долларов, а они у вас не кончаются. Вот все равно запас остается неограниченным. Будет бы хорошо. Сомневаюсь. Сомневаюсь. Если бы у всех была такая ситуация, деньги потеряли смысл. Это было бы вряд ли хорошо. Нарушилась бы нормальная система взаимодействия. Да, прошу вас. Может быть, железы используют запас запаса для одного вещества и одного одного вещества? Так, славно, запас. Хорошая идея. То есть, таскать с собой везде коробку с долларами. Значит, скажите, а железы работают только какую-то малую часть вашей жизни? Или вообще, если человек здоров, то в течении всей жизни? В течении всей жизни. А вы понимаете, сколько, допустим, выделяют желудочного сока желудочные железы за день? Полтора литра. Полтора литра, совершенно верно. Сколько дней человек проживает на свете? Ну, допустим, он 70 лет живет, каждый год 365 дней. Вы можете посчитать, какой запас желудочного сока должен быть в каждой клетке. А вы понимаете, что каждой клетке надо цистерну, такую автомобильную цистерну подсоединять. Тогда это будет какой-то нормальный запас, а иначе не хватит. Так что идея с запасом не прокатывает, прошу вас. Вырабатывает, разумеется. Железы — это органы, которые синтезируют и выделяют строго определенные вещества. То есть они их сами строят. Поэтому, именно поэтому эти вещества не кончаются. Так. Уже неплохо. И железы, и мышцы являются тканиками, которые требуют от нашего организма больше всего энергии. Так. Даже нервная клетка будет требовать меньше энергии, чем мышечная клетка или клетка железы. Дело в том, что для того, чтобы строить что-то, необходимо выполнение двух условий. Можете ли вы что-то построить, если у вас нет стройматериала? Нет. А это значит, любая клетка железы должна постоянно получать от организма органические и минеральные вещества. То, что им нужно для работы. А во-вторых, можно ли что-нибудь построить, вообще не тратя энергию? Нет, такого не бывает. Не только создание нового порядка, но даже поддержание старого порядка всегда требует затрат энергии. Сам по себе порядок не возрастает. А зато беспорядок сам по себе возрастать может отличнейшим образом. Так? Значит, это никакая не шутка. Это один из главных законов организации того космоса, в котором мы живем. Мы отчет. Хорошо. Итак, проговорили про два типа эффекторов, которые подчиняются приказу нервных клеток. Отлично. А вот теперь можно поговорить о том, что же будет происходить в теле. Вот что будет происходить в теле, начали исследовать еще в конце 19 века, когда стали возникать методы, позволяющие, ну, как-то регистрировать события внутри клеток в нашем организме и внутри окна. Итак, одним из первых исследователей процессов управления, в частности, репректорных процессов, был наш соотечественник Сичинов. Значит, ну и в каком-то там сейчас, я не знаю, в каком классе проходит физиология, по современным программам, там почти наверняка будут описаны эксперименты, ну, опять же, почти наверняка с упоминанием Сичинова. Классические опыты с выяснением того, как регулируется отделение слюны. Дело в том, что все поведенческие рефлексы, штука очень сложная. А вот рефлексы, управляющие работой внутренних органов, иногда достаточно просты. Поэтому все исследование начиналось как раз с них. Значит, ну и давайте подумаем, а зачем вообще нужно выделять слюну? Какие биологические роли слюны? Прошу вас. А микробушный слюны? Да, есть такое вещество лизоцин в составе слюны. Это бактериоцитное вещество, эффективно убивающее там три четверти всех существующих бактерий. Да. А щитняк и вещество? Да, прям всю пищу целиком. Слово нет. А как зубы щитняк и вещество? О, ребятки, вот это уже не очень хорошо. Вы путаете два уровня процесса. Зубы ведут в физическое измельчение пищи. Так? Значит, в слюне содержатся пищеварительные ферменты, амилазы, которые будут уже вести молекулярное расщепление. Но амилазы работают далеко не со всеми компонентами пищи, а только со сложными сахарами. Преимущественно с крахмалом. Никакие другие вещества химически расщепляться слюной не могут. И это только начало переваривания. Хорошо. Но асэн это главная задача слюны другие. Да, верно. Бактериальная защита, верно. Амилазная активность есть. У нас главное это. Хорошо? Значит, а зачем это надо? Да, разумеется. Смазочная функция. Без этого проглотить пищу, друзья. Попробуйте как-нибудь проглотить, даже хорошо разжеванный, но сухой-сухой. Не, ничего не выйдет. Он образует ком, который просто закупорит вам пищевую. И никакими силами протолкнуть эту функцию будет невозможно. Значит, склеивание пищевых частиц, образование смазочного слоя и так далее. То есть, у слюны очень важная функция. Без нее нормальным образом загружать пищеварительную стену просто невозможно. Значит, а теперь, ученому же давно понятно, что сигналы, вызывающие выделение слюны, одновременно будут вызывать начало выделения желудочного сока. То есть, если пошла слюна, это значит, что в желудке пошел желудочный сок. Хорошо. А вот желудочный сок содержит вещества, которые переваривают уже далеко не только полис сахара. А в первую очередь, белки переваривают. Опять представим себе картинку. У вас в желудок ничего не попало вообще. Желудок постой. Так? Но вы увидели чертовски аппетитную куриную ножку. А вы голубые. Слюна у вас пойдет? Да. Да, еще как пойдет. А это значит, что одновременно пошел желудочный сок. А если желудок пустой, риск какого процесса возрастает? Язва есть. Ну, язва так просто не заработает. Значит, сложнее. Но ведь дело в том, что клетки самого желудка из каких веществ состоят? Ну, в том числе и из белков. А желудочному соку нельзя объяснить. Что вот это чужие белки, а вот это свои белки. Он уж если разлагает, он разлагает любой белок. Так? Значит, ясно, что это будет не лучший вариант. Возникает риск санно-травмации организма. Аппетравмация. А вот теперь, зачем было это угодно? А ну-ка попробуйте мне предложить. А в ответ на какие сигналы слюнные железы начинают выделять слюну? Вот, начало выделения слюны. Ну, или вы считаете, что слюна у вас вообще без всякого сигнала выделяется, а так сама по себе, когда закончена. Когда жует, тогда поздно. Вот просто уж. Это надо с самого начала, желательно еще перед жеванием. Зачем? А чтобы пищевой фрагмент, который к вам попал в рот, да, смачивал с самого начала. Тогда будет происходить более полноценное его измельчение. Прошу вас. А в ответ на сигнал зрительного рецептора и обонятельного? Зрительного, обонятельного. Так, классно. Смотрим такую картиночку. Справочка. Я сегодня не обеду. Ну, вот так. Не хватило времени. И вот я еще там час лишним буду здесь вести лекцию. Выдави отсюда вообще голодный, как черт. Поехал по направлению к своему дому, а по дороге я иду мимо такой ресторации, дрова называется. А там в качестве реклама у них в окне вот такой здоровый свиной окорок, который поджаривается, так прокручиваясь на гриле. Все славно. Итак, я голодный, я вижу свиной окорок, слюна у меня должна выделяться в ответ на зрительные и обонятельные сигналы. Отлично. Что у меня желудка? То, что я вижу пищу, еще не значит, что я немедленно буду переворачивать. В смысле, извините, переваривать. А, так же, желудок ответ на вкусовой сигнал, да? Стоп. Мы с вами говорили, что выделение слюны желудочного сока запараллельно. Прошу вас. Я хочу, чтобы у вас как-то начался на вкус. Да. Первичная программа, конечно, на вкус. Вот такая программа, которая существует в нервной системе по умолчанию. Ну, раньше считали, что она вообще встроена туда с самого начала. В школьном курсе такие рефлексы будут называть врожденные рефлексы. Учиться врожденному поведению вроде бы совсем не надо. Так? Значит. Вот врожденный рефлекс слюноотделения. Конечно, это реакция на вкусовой раздражитель. Внимание! Сейчас мы начинаем строить картинку, которая в течение двух занятий нам будет очень важна. Знаете, все еще есть эксперименты. А это разве не Павел? Не-не-не. Павел Павел Павлович, ученик Сечного, он работал не с врожденными, а значительно более сложными программами. Приобретенные. Что? Не может нам отделяться в ответ на понятия? Подождите, народ. Вы пытаетесь перескочить через пропасть в тройную прыжку. Удается это редко. Ну, потому что внутри пропасти не на что опереться. Давайте мы все-таки последовательно будем с вами двигаться. Знаете, это есть у нас некоторая снимка. Да? Хорошо. Теперь. У каждого млекопитающего три пары крупных слюнных желез. У нас они с вами размером с лесной аре. Такие весьма основательные. Знаете, сейчас находятся они рядом с потовой полостью. И от каждой такой железы проток идет в потовой полость. Так. Это коксично исследовал регуляцию выделения. Значит. Ну, залезать собаке в рот, когда она ест, занятие неблагодарное. Во-первых, собака обидится. Так. А во-вторых, можно ли собрать всю слюну, которая в этот момент находится во рту? Нет. А это физически невозможно. Во-вторых, получите вы чистую слюну или смешанную с пищей? Смешанную. Ну, и как вы их отделяете друг от друга? По этому. Значит. По этому проводилась достаточно простая операция. Из шести желез, ну, три железы с одной стороны, а три железы с другой стороны, да? Из шести желез у одной нижнечелюстной обрезался проток и пришивался вот здесь. Как кожа щеки. Если посмотреть не в разрезе, как у меня было нарисовано, а снаружи, ясно, что никаких желез мы не увидим. Мы увидим просто маленькую дырочку на поверхности кожи щеки. Так. Что мы получили? Вся слюна, которая выделяется этой железой, будет выделяться через эту дырочку на улицу, а тут не в ротовую полость. Правда, наше тело очень не любит лишних дырок. Поэтому, когда возникает лишняя дырка, что тело пытается сделать? Заметель. Конечно. Вот чтобы зарастание не происходило, сюда в эту дырочку вставляли маленькую золотую трубочку. Почему именно золотую? Кто понимает? Не окисляемый металл, не ржавеет. Значит. Не оказывает вредного воздействия на окружающую округу. Ну, это не совсем верно, но тем не менее. Хорошо. Ставили такую трубочку. Такие трубочки в 19 веке и позже даже называли пистулы. А к пистулу подвешена пробирочка. Вот так. В результате что мы получили? Вся слюна, которая выделяется этой железой, через пистулу подает в пробирку. И в этом случае мы получаем чистую слюну. Можно мерить ее количество. Можно точно засекать момент, когда она пошла, когда она прекратила идти. Можно исследовать ее химический состав. Все чудесно делали. И оказалось, что выделение слюны начинается в момент активации вкусовых рецепторов языка. Вот здесь нервные клетки на языке. Формируются в поэке. Под действием химических веществ пища. Поэк-одросткам сигнал уходит в головной мозг. Во вкусовой отдел. Нейрончики вкусового отдела, связанные с нервными клетками слюноотделительного центра. А здесь сидят нейроны, которые отдают приказ по слюным железам. В результате, посмотрите, мы получили такую цепочку из трех участников. Первый участник, обозначающий клетка Р, клетка рецептора. Приемник сигнала. Так. Вторую часть. Вот он, сидит в центральной нервной стене, в головном мозге собаки. Этот участок будет называться вставочный отдел реплекса. Вставочный отдел. Вставочный отдел обработал информацию. И если в рот вы взяли не трень какую-нибудь, и не железные опилки, а что-то действительно съедобное, то вставочный отдел пошлет команду слюноотделительному центру, который будет называться исполнительный отдел. Ну а нервнички исполнительного отдела передадут приказ уже на саму железу. И железа выделила порцию слюны. Вопрос, зачем так сложно? Почему нельзя рецепторы сразу вот сюда на железу? Так. А может ли организм быть уверен, что собака не взяла в рот какую-нибудь дрянь? Не, не может. Надо проверить, что это, какой собственный сигнал получен. Вот здесь, собственно, такая проверка и будет произведена. Следует или не следует в ответ на этот сигнал запускать слюноотделительный реплекс. Итак, мы получили классическую схему. Называется она будет рефлекторная дуга. Потому что, как видите, сигнал идет не по прямой, как я здесь нарисовала. Он описывает нервный стиль в такую дугу. Схемы рефлекторной дуги включают три отдела. Рецепторные, вставочные и с полу. Как минимум три нервничка. Так. Ну и за оставшиеся до перерыва 7 минут, а через 7 минут у нас перерыв, мы начнем с вами. Мы с вами вкратце разберем, как же, собственно, ведется переработка информации. Понятно, что за 7 минут, быстро-быстро, людям, которые пока еще не знают химию, и в большинстве своем не знают и физику тоже, объяснить можно только на самом простом аналоговом уровне. Давайте посмотрим. Ну и так, сначала пару слов о том, как же устроен типичный нейрон. Надо сразу сказать, что вообще-то нервные клетки бывают очень-очень разные. Так. Мы сейчас будем разбирать так называемую типовую, типичную нейрон. Ну, 95% нейронов будут иметь примерно такое строение, как мы сейчас изобразим. Значит. Кто знает, как называется внутреннее содержимое любой клетки? Каким термином? Цитоплазма. Совершенно верно. А чем клетка покрыта снаружи? Мембрана. Вот так, ребят. Вон, сколько нам всего набросали. Кто-то один, кстати, правильный термин сказал. Значит. Мембраны и только мембраны. Ничем другим. Если вы будете говорить про клеточную оболочку или клеточную стенку, это очень большая ошибка. Причем такая важная, принциповестно важная. Чтобы это дело раз и навсегда понять, давайте решим вот какой вопрос. Средневековых рыцарей представляете себя? Да. Ага. Чем покрыто тело средневекового рыцаря? Средневекового рыцаря. Средневекового рыцаря. А мне кажется, что тело средневекового рыцаря покрыто кожей. А доспехи одеты сверху на тело. Согласны? Да. Так вот, каждая клетка покрыта сверху мембраной. Исключений не бывает. Если есть клетка, то ее граница, отделяющая от внешней среды, это всегда биомембрана. А уж поверх биомембраны, уже далеко не у всех, в некоторых случаях, может быть расположена клеточная стенка. Это, грубо говоря, футля, который одет сверху на клетку. Значит, вот у нас с вами, у животных, а мы с вами не грибы и не растения, очевидным образом. Так вот, у клеток животных, клеточных стенок не бывает. Вот. Это, на самом деле, очень печальное обстоятельство. Потому что клеточная стенка обеспечивает отличную защиту, отлично поддерживает клубу и выполняет еще ряд очень, вроде бы, симпатичных задач. Но животные не имеют права образовывать клеточную стенку. А чему? Вижу. Сейчас смотрим, кто еще. Ну, прошу вас. Разумеется. Наши клетки должны уметь менять клубу. Они должны уметь сминаться и растягиваться. Иначе как он будет двигаться? Да? А вот растения форму не меняют. Они не двигаются активно. Так же, как и грибы. Они могут обойтись отличными клеточными стенками. Животным не выйдет. Хорошо, разобрали. Значит, любая клетка покрыта снаружи биомембраной. Внутри находится стоплазма. Так вот, у нервной биомембраны смято огромным количеством складов, которые выступают далеко за пределы центрального скопления стоплазма. В результате это хозяйство будет называть Система отростков нейронов. Итак, а вот центральное скопление стоплазма, вот оно, Здесь находятся самые главные детали любой клетки. Здесь находится гидром, здесь находится метафондрия, здесь находится аппарат Гольджи и прочее, прочее, прочее. Все главные органолы клетки. Значит, называется центральное скопление тела нейрона. Тело нейрона. Все, что торчит из тела в сторону, будет называться Система отростков. Вот эти отростки, которые здесь нарисованы, будут называться Д-грибы. Дендрон, в переводе на русский, означает дерево, то есть дендриты, переводитные отростки. Но каждый дендритик действительно немножко похож на какое-нибудь пустое дерево. Формула дендритов самая разная бывает. Но у типичного нейрона, один из отростков, будет совершенно отличаться от дендритов. Смотрите, как он устроен. Значит, вот этот значок, который я поставил посерединке, называется знак разрыва. В каком месте его стоит? Ну вот, допустим, вы черпите схему какого-то электрического устройства. Так? Значит, ну вот, допустим, компьютер, которому присоединена проводами камеры. Какой длины может быть провод? Необорот. Он может быть километром. Согласны? Ну и что, и ваш лист, на который вы делаете чертеж, тоже должен быть длиной в несколько километров? Нет. Поэтому в этом случае изображают начало провода и конец провода. А чтобы показать, что вот здесь, на пропущенном участке, ничего нового и интересного нет, ставят знак разрыва. Идея понятна? То есть, на самом деле, это исключительно длинное облакно, которое, можно ли сказать, что оно вообще не ветвится? Ну, нет. Нет, нельзя. Оно очень сильно ветвится. Только где? Где? Только на самом конце. Опять же, для продвинутого народа, который хочет разбираться с терминологией соответствующей, удаленное, конечное участок любого маршрута называется терминал, вынесенный в огне. Вот такое ветвление будет называться терминальное ветвление. Вот такие отростки будут называться аксоны. Вот это аксоны. Длиннейшие отростки, имеющие терминальное ветвление. И теперь, для того, чтобы вы примерно себе представили, какую длину имеет аксоны относительно нервной клетки. А кто понимает, какого диаметра, на самом деле, нервной клетки в вашем теле? Какого диаметра капилляра? Ну, кстати, да, примерно. В среднем чуть больше. Тогда вопрос. А сравните с чем-нибудь, что окружающие знают и понимают. Ну, какого диаметра капилляров здесь тоже вряд ли кто-нибудь себе представляет. Ну, в общем, маяки, это да. А вот сравните с чем-нибудь, вам всем понятно. Диаметр волоса. Диаметр волоса. Бывают нейрончики, диаметр тел которых немножко побольше, бывают немножко поменьше. Ну, вот порядок примерно такой. Значит, отлично. Это, ну, так бывает по-разному еще раз, бывает. Представим себе, что это именно 10 микрон. Микрона тысячная доля миллиметра. Итак, вот это 10 микрон. Я взял и очень-очень сильно увеличил. Будем считать, что я 10 микрон увеличил до 20 сантиметров. То есть, на моей схеме 10 микрон равны 20 сантиметрам. Вопрос, во сколько раз я увеличение дал? Если у меня 10 тысячных миллиметра стали равны 20 сантиметрам. Ребята, вообще-то задача, ну, Александр Васильевич меня поправит, но, по-моему, для второго класса. Итак, вот это, вот это 10 тысячных миллиметра. Вот это 20 сантиметров. Вопрос, во сколько раз я дал увеличение? Ага, в 2 миллиона раз. То есть, в числе 6 нулей. В миллионах 6 нулей, да? Какие-нибудь еще мнения есть? Вот 200 тысяч раз, вот 10 раз ошиблись. Отлично. А теперь, а какой длины бывают, на самом деле, аксоны в вашем теле? Скажите, пожалуйста, большой палец вашей ноги, чувствительностью обладает? Ну, если его иголкой кольнуть, вы почувствуете? Да. Отлично. Это значит, там кожа, рецепт рыжий. А вот тело нейрончика, которое этот сигнал обрабатывает, находится у вас вот здесь, в районе последнего грудного позвонка. Ну и скажите, какое расстояние от середины поясницы до конца пальца ноги? Метра. Метра? Да, больше метра. Значит, что оказывается? Оказывается, вот у такой клеточки, диаметр которой 10 микрон, длина этого отростка, может быть, больше метра. Вопрос. Если я аксон этот пытался бы рисовать в этом масштабе, какой бы он длины у меня должен был подборчик? Где это за пару километров? Не пара. Вы сами сказали. Во сколько раз я увеличил рисунок? В 200-3000 раз посчитайте. Один метр, это реальная длина аксона. Насколько надо помножить? 200 километров. 200 километров. То есть понятно, что если я в таком масштабе нарисовал тело нейрона, то кончится отросток уже в глубоком Подмосковье где-то. За границей Московской области. Так, это вот для того, чтобы вы примерно представляете себе, насколько у нас могут быть гигантские аксоны. То, что называется нервами, это что такое? А это пучок аксонов, пучок проводников, проводов, собранных под единую защитную оболочку. Вот это и есть нервы. Отлично. Куда же аксоны идут? Либо к органам-исполнителям, либо к другим нервным клеткам. Значит, вот здесь, на поличке аксона, допустим, вот этот аксон пришел к другому нервничку. Вот возникли точки контакта синапса. И оказывается, важнейшая штука. Дело в том, что сигнал в синапсе может проходить только в одну сторону. Синаптический контакт устроен так, что сигнал от аксона к дендрику пройдет легко, а вот обратно пройти совсем не может. А в результате аксоны что умеют делать? Принимать сигналы или передавать сигналы? Не принимать сигналы. Ни в коем случае. Как они будут принимать сигнал, если в эту сторону проведение аспайка заблокировано? Только передачи. Значит, аксоны это передатчики сигналов, а дендриты? Да, они не могут передать сигнал. Дендриты участвуют в синапсах, а через синапс сигнал идет только от аксонов к дендриту. Другого направления не бывает. Более старшая публика, как называются материалы или девайси, человеком сделанные, которые проводят электрический ток только в одном направлении. Полупроводники, разумеется. То есть на самом деле, значит, у дендрита свойство полупроводимости, сигналы на стороннюю передачку имеют, а на этой основе можно строить систему обработки информации, что, собственно, и люди начали делать в 20 веке. Ну, потому что основная действующая единичка в любом вашем компьютере, это что будет? Это система микроскопических полупроводников. Засим, пока делаем перерыв.